Качественно, удобно и экологично. Эти понятия сегодня все больше приходят в нашу жизнь. И в первую очередь это касается сельского хозяйства. Многие отдают предпочтение продуктам с приставкой «эко». В Адыгее, где сама экология заботится о ее жителях, появляются предприниматели, использующие дары природы для качественной пищи. Пока этот вид деятельности развит не сильно, зато у нас есть необычная ферма, где куры пасутся на вольном выпасе и несут пастбищные яйца с высоким содержанием витаминов и микроэлементов. Находится такая ферма в живописном месте Майкопского района, окруженном горами Адыгеи. Мы используем бункерную кормушку, то есть насыпаем, и через желоб высыпается корм, и всегда имеется доступ к корму у курицы в таком образом. Корма можно засыпать до недели. Что они едят? Сейчас они едят комбикорм и 30% молотая кукуруза. Это их рацион, ну помимо травы. Также даем еще ракушку, всегда в доступе, тоже как источник кальция. Но в целом все остальное, то что курицы находят на пастбище. Такой сбалансированный рацион позволяет несушкам получать все необходимое. На пастбище зеленой массы, как и червей, достаточно. Куры немецкой породы Ломон Браун, как нельзя лучше, подходят для содержания в мобильных курятниках. Их яйценоскость достигает 90% и отвечает задачам создателей необычного для республики КФХ. Гнездовая система, то есть гнездо. Специальный коврик здесь лежит для того, чтобы он имитирует подстилку для курицы. То есть курица, когда залазит, яйца потом скатываются, они сделаны под наклоном. И сбор ис происходит уже. Открываем пенальчик, здесь собираем. Так происходит сбор. Тимофей Оборочи полноценный член кооператива. В его обязанности входит следить за кудахтающим семейством. Год назад он приехал на ферму в горах вместе с семьей аж из Перми. Сначала попробовал, осмотрелся, поучился и окончательно убедился в том, что это и есть его путь. Супруга поддержала и сегодня у него уже, как и у создателей кооператива, здесь собственный дом и далеко идущие планы. На вопрос, почему он решил так круто изменить жизнь, отвечает просто. Захотелось расти детей в экологически чистом месте и кормить семью не магазинными, а фермерскими местными продуктами. Приехали сюда с женой, с сыном. Здесь уже родилась у нас дочка в Адыге. Наше стремление было переехать на землю, но не просто переехать на землю, а чтобы еще была какая-то цель, была деятельность, работа общественная, полезная, значимая. Ну и, соответственно, познакомился с Андреем, проходил у него обучение и приехал сюда первый раз как волонтер. Ну, мне очень понравилось вообще, в принципе, Адыгея, само это место. Я был вдохновлен и, соответственно, уже потом рассказал супруге, привез ее сюда. Ну, и так мы здесь остались. И сейчас уже построили дом, живем. И в целом мы счастливо здесь проводим время. Сегодня под присмотром Тимофея на пастбищном содержании в хозяйстве находятся 1700 кур, и большая часть из них уже несутся. Когда начинали, здесь не было ничего, вспоминают создатели кооператива, супруги Андрей и Надежда. Идею жить и работать на земле они вынашивали много лет, будучи успешными в большом городе. Она танцевала в кубанском казачьем хоре и объездила полмира. Он был экономистом, без пяти минут финансовым директором крупной столичной компании. В поисках своего места они были на Алтае, в Карелии, Кабардино-Балкарии и в Краснодарском крае. Участок нашли на родине Андрея Вадыгеи. Первая куриная экоферма в Адыгеи находится в живописном месте в 20 километрах от Кавказского биосферного заповедника и в 30 километрах от плато Лаганаки. Добраться сюда, правда, скажем, непросто, но место того стоит. Недаром территорию для реализации своего амбициозного проекта супруги выбирали несколько лет. Сегодня Надежда с Андреем с улыбкой вспоминают о том, как накупленный под будущий проект земле первые полгода жили в чистом поле в палатках, променяв благополучную городскую жизнь на воплощение своей мечты. Били лед в реке, боролись с оводами, но не сдавались. Целью супругов был не просто бизнес для получения прибыли, а создание места, в котором можно было бы комфортно жить и работать, а еще предоставлять такую возможность всем желающим. Кооператив будущего на перспективу. У нас на это, на самом деле, ушли годы, потому что мы проходили всякие разные курсы обучения, как выбирать землю, как проектировать земельные участки для фермерского хозяйства. Мы там и с дозиметром, с компасом, с всякими приборами смотрели землю. И вот спустя годы мы нашли это место. Не сразу мы сюда переехали, то есть мы еще пытались с администрацией здесь сотрудничать, чтобы землю получить. Но в конечном итоге пришлось купить землю у частных собственников, и вот мы так и поселились. Со временем со своими проектами к кооперативу смогут присоединиться все желающие. Главное требование – экологичное отношение к жизни и желание идти вперед, развивая свое дело и укрепляя общее. Ну, основная наша деятельность, конечно, будет это сельскохозяйственное, производство продуктов высокой пищевой ценности, и поэтому мы будем использовать инновационные технологии, либо хорошо забытое старое. Это что? Ну, допустим, вот то, как сейчас у нас куры-несушки содержатся. В советское время тоже были такие вот мобильные курятники. Куры также выпасались на пастбище, также они перемещались. Каждая семья, которая будет к нам присоединяться, будет запускать свой собственный проект. То есть мы помогаем, предоставляем землю, может быть, финансовые ресурсы, если они привлечены от сторонних инвесторов. Помогаем людям получить грант на развитие, сначала агро-стартапа, там небольшие суммы. И, в общем, всеми способами соединяются. Электричество, дороги, какие-то складские помещения будут потом появляться, и инфраструктура будет развиваться. И тем самым у нас новые и молодые, и не очень, и средние, и пенсионеры к нам присоединяются. То есть как бы тут у нас возрастных ограничений нет. То есть у вас в перспективе такой эко-город будет? Мы вот недавно, буквально в прошлом году узнали такое слово, называется агро-экополис. И это, по сути, ученые, которые по экономической географии, они описали, что есть такая концепция, вот надо ее развивать в России, агро-экополис. И мы такие читаем описание, что они под этим подразумевают. А это мы, то, что мы делаем. В прошлом году супруги взяли грант на развитие своего дела. 4,5 миллиона рублей им предоставило государство, более 3 миллионов они привлекли заемных средств. К тому времени у них было всего 100 курнесушек, сегодня 1700 голов. Три мобильных курятника, новый комплекс для зимнего содержания, ангар для хранения кормов и упаковки, холодильник и необходимая техника и много чего еще. И все это буквально за пару лет. Часть мобильных курятников снабжены солнечными батареями, чтобы продлевать солнечный день для пернатых. Этот мобильный курятник, в отличие от того, что мы снимали ранее, он на салазках. Его нужно перемещать более мощным трактором. И сделан он так, потому что в нем нужно вместить вдвое больше кур. И, соответственно, там определенное количество населения, определенное количество гнездовых систем. Все должно уместиться в одном мобильном строении. Также этот курятник мы оборудовали солнечной панелью. Поскольку, грубо говоря, где-то с середины августа, ближе к сентябрю, уже короткий день начинается солнечный. И мы, по идее, должны немножко досвечивать. И, соответственно, чем ближе мы к зиме, тем большее количество часов мы должны досвечивать. Поэтому есть солнечная панель, есть аккумулятор. Пока еще не успели повесить сами светильники. Но мы сейчас используем эту систему для того, чтобы запитывать электропастух, который защищает кур от всевозможных хищников, у которых здесь огромное количество и лисы, тут и шакалы, и волки, и всякие ласки и так далее. Вот с помощью электропастуха мы защищаемся от наземных хищников. Цель конкретно сейчас стоит по куриному проекту. То есть довести его до тех показателей, которые мы для себя поставили. По количеству кур, по количеству яйценоскости, по выручке, которую мы можем сделать с этого проекта. И дальше являться, так скажем, абассадором. И обучать других, показывать, как это возможно, что жизнь на земле, она может быть интересна. Производить хороший продукт. В общем, и в целом вписывается в контексте семьи, с детьми. Ты непосредственно всегда рядом с семьей находишься и тут же работаешь. Хорошая еда, чистый воздух. Сейчас супруги хотят не просто расширяться, привлекая новых участников кооператива, но и помогать тем, кто заинтересуется экологичным сельским хозяйством. Мы собираем лучшие наработки со всего мира. То есть экономическое образование это было давно, это в 2005 году я закончил, 10 лет работал по специальности, как бы это уже далеко пройденный этап. А, грубо говоря, с 2010 года мы начали собирать всевозможные знания по экостроительству, по огородничеству, по садоводству, по пастбищному делу, мясному и молочному. И вот такому. Обучался я у лучших международных экспертов в США, Канаде, в Африке, в Новой Зеландии и так далее. И сейчас, я продолжаю обучаться, в этом году пошел на школу фермеров, именно на молочное животноводство. Мечтаем, мечтаем в следующем году запустить именно 100% пастбищное содержание коров на траве. То есть, чтобы они не ели никакого зерна, никаких концентрированных кормов. Такое молоко имеет уникальные терапевтические свойства. Вы хотите в перспективе еще и людей обучать? Конечно, да. У нас уже сейчас, в принципе, есть учебный центр. Мы пока в основном учим через интернет, передаем полученные знания. Но в дальнейшем, когда у нас здесь уже появится достаточное количество людей, разные проекты, так что может приехать сюда начинающий фермер, посмотреть на разные системы землепользования, выбрать, что ему интересно. Ему с курами или с огородом, или с лесосатой, или с коровами. И дальше он может записаться к нам на обучение. Сначала пройти теоретическую часть, это можно сделать дома удаленно. А потом, соответственно, приехать к нам на стажировку и пройти руками все проделать, все операции пройти и поехать к себе домой и открыть точно такое же фермерское хозяйство. Несмотря на солидный объем знаний, Андрей в этом году получает еще одно дополнительное образование. Он проходит школу фермеров, организованную Росельхозбанком при поддержке Минсельхоза и МГТУ. Покупатели говорят, когда они достаточно длительное время, ну там, допустим, месяц-полтора едят нашу продукцию, потом они вдруг, если у них нашей продукции не оказывается, мы, допустим, не успели доставку сделать или еще что-то, и они пробуют другие яйца, либо магазинные промышленные, либо даже фермерские, обычные фермерские или домашние покупают, и они говорят, что разница нам уже очевидна, наши рецепторы настолько привыкли к качественной пище. У нас задача производить биологически полноценную продукцию, то есть это та, которая содержит высокие концентрации витаминов и микро-макронутриентов. На секундочку сейчас перебью. Мы для этого сделали анализ наших яиц по сравнению с другими яйцами, и промышленными, и фермерскими, и показатели лабораторные, показатели наших яиц показали, что у нас, да, омега-3, витамина А, витамин Д3, витамин Е у нас больше в нашем яйце, чем в промышленном или обычном фермерском. Сейчас у нас 1700 кур, вот, в перспективе на одну ферму пастбищных кур несушек у нас 4000 кур. Вот, мы получили грант как раз на расширение, мы уже в этом году потихонечку расширились на, можно сказать, на 1000 кур, вот, и получается, что в следующем году как раз у нас уже вся инфраструктура готова, и просто будем докупать кур и, собственно говоря, производить качественную продукцию. Соответственно, у нас есть задача целую линейку продукции сделать, то есть, вот, яйцо, это первое, с чего мы начали, дальше, вот, в следующем году у нас молодая семья присоединяется, они будут запускать пастбищного бройлера, то есть, он будет на траве содержаться, помимо, естественно, базового рациона, у него будет доступ к траве и движение. Мы должны питаться правильной пищей, да, чтобы быть здоровыми. И наша пища, которая растительная, животная, она тоже должна питаться здоровой, концентрированной пищей, иначе, как бы, что бы ты там ни делал, у тебя будет неполноценный продукт. Сегодня эко-яйца реализуют в основном в Краснодар, Ростов, Москву и Белгород, не забывая и о республиканской столице. Пользу для организма такого пастбищного продукта подтвердили лабораторные исследования на содержание витаминов и микроэлементов. В перспективе на территории экофермы должны появиться и коровы травяного от корма, а также теплицы для выращивания эко-овощей, грибы, выращенные на поленьях, и кое-что еще, что явно не оставит равнодушными любители здорового образа жизни. Редактор субтитров А.Семкин